Дорожное движение Вспомнили пионерское детство и комсомольскую юность. В атмосферу СССР погрузились лесосибирские пенсионеры. Поколение наше крепкое, стойкое. И мы хотим, чтобы молодежь брала пример с нас. Секреты крестьянского быта и старинные реликвии. Жители Шушенского отметили День туризма на Енисее. Книга, которую я держу в руках, она современница императрицы Екатерины, Великой Екатерины II и насчитывает более 250 лет. В Железнокорске прошли учения по гражданской обороне. В рамках всероссийской тренировки службы города отрабатывали действия на случай возникновения военной угрозы. В первый день проходили теоретические мероприятия, подготовка документации. Глава поставил задачу всем подразделиям, которые участвуют в гражданской обороне. Во второй день прошло множество практических мероприятий. Среди них открытый урок для курсантов Академии МЧС в бомбоубежище. Попасть в него можно через первый подъезд. На подъезде кодовый замок. Но в случае необходимости, говорят безопасники, его быстро откроют. Это бомбоубежище рассчитано на 150 человек. В нем есть два туалета, умывальник, лежанки и скамейки, средства пожаротушения, свечи и радио. При необходимости помещение приведут в готовность за 12 часов. Для чего существует звено по обслуживанию в составе пяти человек. И в течение 12 часов они проводят работы по проверке систем жизнеобеспечения, по завозу продовольствия, по завозу средств индивидуальной защиты, в общем, медицинских препаратов, ну и так далее. В случае зараженности воздуха здесь существует фильтр вентиляционной установки, который приводится в действие при помощи электрического мотора, либо есть ручной привод. Такое убежище предназначено для защиты от всех поражающих факторов. В нем можно автономно и безопасно прожить двое суток. Мониторить безопасность окружающей среды в случае возникновения угрозы будет пункт радиохимического наблюдения и контроля. Назначение поста какое? Это измерять фоновый уровень, который есть у нас на территории ЗАТО Железногорск, и радиационную экспозиционную дозу, которую получают специалисты во время нахождения на этом посту. Кроме этого проводится замер воздуха на наличие отравляющих веществ и ахов. И в случае, если специалисты работы обнаруживают наличие, будем говорить, радиоактивных или отравляющих веществ, они определяют эти дозы. Если возникнет неясная ситуация, в проблемный район отправят специальную передвижную лабораторию. Оборудование протестировали, все в рабочем состоянии. Заодно выяснили, что радиационный фон в Железногорске не превышен. Показания – 0,009 миллирентген в час. В целом, по словам Андрея Шевченко, городские службы готовы к проведению всех необходимых мероприятий. В масштабе работы города при определенной ситуации, сложившейся по гражданской обороне, город готов. Но надо понимать, что при такой ситуации основная задача гражданской обороны будет не защитить население, которое здесь находится, а эвакуировать с территории населения. По плану, после эвакуации в городе должно остаться около 17 тысяч жителей. Они обеспечат работоспособность предприятий города. Примут железногорцы Фуярский, Манский и Сухобуземские районы. Изучать правила дорожного движения ребята начинают со второй младшей группы. Даже несмотря на то, что в этом возрасте по улице передвигаются только со взрослыми. Ранее малыши знакомились с правилами дорожного движения только в теории или на картинках. Теперь для изучения у них появились интерактивная доска, пешеходный переход, оборудованный светофорами и макет перекрестка. Воспитатели говорят, что такое оборудование позволяет донести азы правил поведения на улице и проезжей части в форме игры. И дети еще больше заинтересованы в получении новых знаний. Какой значит знак нужно? Вот сюда. Какой знак нужно? Ими. Пробой. Пробой. Вот. И пересекаем. Пробой. И действительно запоминают. И цвета светофоров знают, и что они означают, а также где нужно переходить улицу и значение практически всех дорожных знаков. На переходе. А как он называется полностью? Пешеходный переход. Только там можно переходить или еще где-то? Там только. Ты знаешь, что обозначают цвета на светофоре? Желтый, красный и зеленый. Что они обозначают? Красный нельзя ходить. Желтый – переготовиться. Зеленый можно найти. Сотрудники госавтоинспекции также считают, что на практике правила дорожного движения изучать эффективнее. Макет пешеходного перехода ребенку проще объяснить визуально, объяснить, какие дорожные знаки должны быть, какая разница между похожими дорожными знаками, какие для водителя, какие для пешехода, чем это объяснять ребенку теоретически. Поэтому оборудование очень важно для проведения занятий с детьми. Сейчас в саду планируют включить занятия с интерактивной доской чаще и не только для детей старшей и подготовительной группы, но и для ребят помладше. Зеленогорский комбинат благоустройства получил контракт на озеленение города. Его стоимость – более 5 миллионов рублей. В планах – очистка городских газонов от листвы и мусора, выкашивание травы в скверах на кольце и набережной. Подготовка цветников к зиме и высадка тюльпанов. Также в контракте обозначены формирование крон, омолаживающая обрезка и валка деревьев. Подготовка посадочных ям в парковых зонах. Как сообщили в комбинате благоустройства, к работам приступят после оформления необходимых документов в ближайшее время. В Красноярском крае появится региональный фонд защиты прав дольщиков. Соответствующий законопроект сразу в двух чтениях приняли парламентарии. Создание такой специальной организации даст возможность использовать средства бюджетов всех уровней для решения проблем обманутых дольщиков в соотношении 25% Край и 75% Федерация. Из краевого бюджета на эти средства уже выделили более 600 миллионов рублей. Фонд защиты прав дольщиков планирует открыть 4 ноября. Сегодня мы предлагаем вам вернуться в СССР, побывать на празднике воспоминаний и ностальгии. С большим удовольствием жительницы Дома ветеранов вернулись на некоторое время в СССР. Их руки помнят, как завязывать пионерский галстук, а голоса дружно исполняют советские песни. Мы пионеры, дети, рабочие, сблизится мера светлых годов. Клич пионера всегда будет готов. На таком приятном вечере ветераны вспомнили и популярные советские фильмы. По крылатым фразам они отгадывали название кинокартин. Теплый и уютный вечер скрасили стихи в исполнении старшего поколения. Многие из них о войне и о молодости. Наверное, каждый на исходе дней все чаще прожитую жизнь и тоже, стараясь ясно разобраться в ней и успокоиться, быть может. Но все равно тревожится душа от множества сложностей досадных. Вот жизнь была порой хороша и в памяти немало дней от радных. С блеском в глазах на празднике жители Дома ветеранов рассказывали про пионерское детство и комсомольскую юность. Это, как они говорят, лучшие годы их жизни. А вернуться в них хотя бы на час – особое удовольствие. Немножко добыть молодым вспомнить. Да не то, что молодым, мы, так сказать, только что на паспорт посмотришь, что старое. А так-то душу этот человек всегда молодой. Наше детство военное было достойное. Мы пошли с 10-12 лет работать. И мы гордимся этим поколением наше крепкое, стойкое. И мы хотим, чтобы молодежь брала пример с нас. Жизнь наша была голодная, холодная. Но молодость брала свое, свое время. Вспомнила многое. Как почетные грамоты получала, как пионерок была, как комсомолкой была. Такой небольшой праздник помог жителям Дома ветеранов отличься от забот, зарядиться энергией и позитивом. Я сегодня хочу поздравить всех, кто любит путешествовать. Поздравить всех тех, кто каким-то образом связан с туризмом. Я считаю, что это самый позитивный, самый романтичный праздник. Кто из нас с вами не любит путешествовать и поздавать что-то новое. В Шушенском прошел День туризма. На территории социокультурного комплекса «Речное» открылись множество площадок. Сотрудники музея-заповедника подготовили выставку «Лен на Енисеи», которая погружает в атмосферу крестьянского быта конца 19-го, начала 20-го веков. Лен здесь выращивают сами, на одной из усадеб музея-заповедника. И только настоящие мастерицы знают, как из дезрачного стебелька получается белоснежное льняное полотно. Я видела и пробовала, ребятишками играли мы. Но это, как мои бабки так делали. Мяли, лен мяли. Это лен, мнешь, делается потом куделя. Льня. Это тяжелая работа? Конечно. Раньше же все носили вот это. Пряли вот, вот пряли ниткой, потом ткали, а потом шили. Свою коллекцию представили сотрудники музея казачества «Саянский острог». Предметы старины, рыболовные снасти, лошадиная упряжь, удила 5-6 веков и другие вещи, которым более 300 лет. Сегодня, во-первых, мы представляем, конечно же, копии исторических документов по истории нашего острога и появления казаков, собственно, в нашем районе. Кроме того, у нас есть фотографии наших земляков, которые, значит, именно были жителями Саянска в свое время и служили в казачьих войсках. Также у нас представлены подлинные исторические предметы, которые найдены на раскопках поблизости от Саянского острога и самой станицы Саянской, собственно. Большой интерес у гостей вызвал старинный храм казанской иконы Божьей Матери в селе Суботина. Его построили в 1845 году сами местные жители. У нас в храме есть некоторые древние иконы, некоторые древние вещи, которые мы сегодня привезли сюда, чтобы поделиться со всеми присутствующими теми ценными артефактами, которые хранятся у нас в храме. Книга, которую я держу в руках, она современится императрицей Екатерины, Великой Екатерины II и насчитывает более 250 лет. На празднике работала ярмарка сувениров декоративно-прикладного творчества и площадка «Гастрономический туризм», где все желающие могли попробовать продукцию местных фермеров. Завершился праздник выступлением творческих коллективов района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова